Дворцы и мосты называют лицом Петербурга. Одна из визитных карточек города – Таврический дворец. Здесь звучали исторические фразы и принимались судьбоносные для государства решения. За 200 лет дворец сменил несколько статусов. Был императорской резиденцией и конюшней, стал местом для дискуссии Государственной думы и заслужил звание одного из трех главных дворцов революции. В нашем фильме мы расскажем вам о самых ярких страницах жизни Таврического дворца. Улица Шпалерная, на которой расположен Таврический дворец в Санкт-Петербурге – это почти центр города. Однако в конце 18 века дворец был задуман князем Григорием Потемкиным как загородная резиденция. Такая дача, чрезвычайно дорогая, весьма большая, строгая снаружи и шикарная внутри. Потемкин назвал свой новый дворец-дачу домом конной гвардии. Ведь построили его в слободе конногвардейского полка, где когда-то началась карьера фаворита императрицы. Создание проекта своего будущего дома второй человек империи, князь Потемкин, доверил Ивану Старову. К тому времени Старов уже перестроил для Потемкина Анечков дворец – подарок императрице фавориту за победу над турками. Говорят, что Потемкина отличала страсть ко всему новому, а на пике моды в это время, как это не парадоксально звучит, классицизм. Иван Егорович Старов был золотым медалистом Императорской академии художеств. Фирменный стиль архитектора сформировался во Франции и Италии. На него повлияли как древние римские и греческие здания, так и венецианские виллы времен эпохи Возрождения. На родине после зарубежной практики он быстро стал академиком. Много и успешно работал для самых важных заказчиков – Григория Потемкина и Екатерины Великой. Самый крупный дворец империи после окончания строительства признают образцом классицизма. А Иван Старов на долгие годы станет законодателем архитектурных мод. Российское дворянство подхватит успешную идею, и по всей стране появятся десятки усадеб с шестью колоннами по портику. Повторить Потемкинский размах, конечно, никто не сможет. Площадь дворца – 65 тысяч квадратных метров. На его строительство потратили 450 тысяч рублей. Оплатила дворец Российская империя. Потемкин продал еще не до конца отделанный дом в казну, а уже через год получил его назад в виде подарка. К слову, не каждый житель Петербурга представляет, насколько велик Таврический дворец. Все потому, что основную часть здания скрывает сад. Впрочем, есть и еще одно объяснение. Дело в том, что Старов выстроил свое творение по образцу римского пантеона. Здание расширяется по продольной оси, в глубину. От парадных сеней вправо и влево, как и сейчас, шли анфилады гостиных и комнат. А прямо открывалась перспектива парадных залов. За купольным залом – грандиозный колонный зал. Его потом назовут Екатерининским. Затейливый паркет из ценных пород дерева. Расписной потолок. Все это великолепие освещали 56 люстр. Вместо северной стены – ряды мраморных колонн. За ними сад под крышей. Он в шесть раз превосходил размерами оранжерею Зимнего дворца. В центре крытого сада – ротонда. А в ней – та, ради которой и был затеян весь этот размах. Екатерина – законодательница в мраморе. В апреле 1791 года Григорий Потемкин в своем доме конной гвардии устраивает грандиозный бал в личных целях. Дело в том, что между великой императрицей и тем, кого она в письмах называет «муж любезный, дорогой, бесценный», встал новый фаворит – Платон Зубов. На праздники Потемкина в честь взятия Измаила веселились три тысячи человек. Князь не позвал на бал двоих – соперника Платона Зубова и Александра Суворова – истинного героя Победы. Говорят, что для пышного и яркого бала скупили весь воск в Петербурге. Но ярче всего сиял костюм Потемкина. Он был расшит драгоценными камнями, а шляпа, тоже обильно украшенная, была так тяжела, что князь отдал ее адъютанту. Размах поразил воображение императрицы, но не ее сердце. В два часа ночи Екатерина покинула бал. Это был последний раз, когда она видела Потемкина в живых. После смерти князя Екатерина II выкупила дворец у наследников. За 2 миллиона 611 тысяч рублей. Так она погасила долги Потемкина. Тогда же императрица распорядилась переименовать конно-гвардейский дом в Таврический дворец. В честь прежнего владельца, устроителя Тавриды. В дом, названный в честь прежнего возлюбленного, великая императрица приезжала с новым и графу Суворову Екатерина II отвела во дворце покоя. Восстановила справедливость. Впрочем, говорят, что здешняя роскошь была Суворову не по вкусу. Легенда о том, что полководец предпочел мягкой перине голые доски и сено родом отсюда, из Таврического. А вот что совершенно точно, своих гостей Александр Васильевич непременно водил смотреть птицу. Дело в том, что в Таврическом после Потемкина осталось множество ценных и затейливых вещей. В том числе и удивительные часы павлин работы английского механика Джеймса Кокса. Гордость нынешнего Эрмитажа. Часы в разобранном виде привезли в Петербург еще при Потемкине. Так они и хранились, пока руку к ним не приложил наш Иван Петрович Кулибин. Гениальный механик и изобретатель не только собрал сложнейший механизм, но и изготовил недостающие детали. После смерти Екатерины наследник Павел практически разорил дворец. Все ценности из Таврического, даже паркет и двери, вывезли в Михайловский замок. В одном из самых великолепных дворцов Европы разместился конно-гвардейский полк. Теперь не по названию, а по сути. К мраморным колоннам в Зимнем саду прикрепили доски. Это была конюшня. В купольном зале устроили манеж. Другие помещения отвели под казармы. Свидетель перемен, симбирский помещик Иван Второв, с горечью напишет. На развалины великолепного Таврического дворца взглянул я со вздохом. Видал обломанные колонны, облупленные пальмы. А в огромном зале с колоннадой, украшенном барельефами и живописью, где прежде царствовали утехи, пышность и блеск, где отзывались звуки гром победы, раздавайся. Что вы думаете теперь? Дымящийся лошадиный навоз. От окончательного разорения дворец спасла смена первого лица. В 1802 году Александр I решил вернуть Таврическому былой облик, чтобы все было, как при бабушке. Проект восстановления здания разработал Луиджа Русско. До него дворец хоть и был шикарен, но несколько сыроват. Русско поднял уровень пола на 62 сантиметра, и проблему сырости удалось решить. Заново были расписаны стены и потолки дворца. При росписи свода купольного зала мастера ориентировались на его первоначальный облик. Он был запечатлен художником Даниловым на акварели 1792 года. 18 век с его мушками-обманками, шкатулками с двойным дном, интригами и тайнами воплощен в росписи купольного зала. Снизу практически невозможно понять, что потолок надо мной плоский. А вот с хоров ясно видно, что кессоны, вот эти восьмиугольники, уменьшаются к центру, и это создает иллюзию полусферы. На самом деле, между плоским потолком и куполом, который мы видим с улицы, есть пространство. В первой половине 19 века Таврический стал своеобразным гостевым домом императорской семьи. Здесь провел последние дни жизни Николай Карамзин. Во дворце подолгу жили иностранные принцы и послы иноземных держав. Среди них персидский принц Хасров-Мирза. Он прибыл в России после гибели Грибоедова, привез много подарков, в том числе знаменитый алмаз-шах. И сам приобретал диковины, а именно живого тюленя. Принц выпустил животное в дворцовый пруд, чем привел в ажиотацию местных служителей. Что стало с тюленем потом, осталось неизвестным. В 1837 году в Зимнем дворце случился пожар. Дворец Таврический от этого выиграл, из Зимнего сюда переехали уцелевшие шикарные люстры с орлами, и проиграл. Дворец постепенно стал превращаться в склад. Из других петербургских дворцов сюда свозили старую мебель и вещи, которые вышли из моды. Здание даже передали в ведение гофинтендантской конторы. Зато на прудах в местном саду в середине 19 века появился первый в Петербурге каток. Таврический сад стал одним из популярнейших мест отдыха золотой молодежи. Сюда кататься на коньках приезжал будущий император Александр II с супругой Марьей Александровной. В 60-е годы 19 века изменилась застройка кварталов вокруг дворца. Наибольший ущерб ансамблю Таврического нанесла водонапорная станция. Она отделила дворец от Невы. А ведь прежде парадный фасад великолепно просматривался с северного берега. При Потемкине перед дворцом была сооружена гавань, а от реки к Таврическому вел канал. В конце 19 века дворец стали использовать как выставочный зал. Здесь проходит международная выставка садоводства и празднует 100-летний Пушкинский юбилей. Но дворец ветшает. И новую жизнь зданию дает Николай II, когда отводит его под нужды Государственной Думы. 20 век навсегда прописал дворец в большой политике. Таврический стал местом для дискуссий первого и долгожданного российского парламента. Для законотворцев здание перестроили. Зимний сад стал залом заседаний. От колонного зала его отгородили стеной. Это, конечно, разрушило и первоначальный замысел старого, и уникальную композицию здания. Там, где устраивали балы, теперь между заседаниями прогуливались законодатели. В зале заседаний для депутатов оборудовали 560 мест. На фабрике Мельцера изготовили кресло с пюпитрами, трибуны для председателя, министров и представителей печати. Депутатские рабочие места выглядели шикарно. Натуральный дуб, бледно-лиловая кожа козленка. Впрочем, впоследствии народные представители жаловались, что кресла довольно твердые и не слишком удобные. За работой первого законодательного органа империи из специальных лож могли наблюдать зрители. В Госдуму Российской империи первого созыва было избрано 497 депутатов. Поскольку существовал первый парламент всего 72 дня, шестеро представителей народа так и не успели доехать до Таврического дворца. Как же голосовали почти 500 человек? Так же, как и сейчас. Открыто и тайно. Открыто тут все понятно, подняли руку или не подняли, встали или остались сидеть. Был еще один способ. Его называли голосованием ногами. Депутаты, в зависимости от своего мнения, могли выйти в правую или левую дверь от трибуны. А вот для тайного голосования применяли специальный баллотировочный аппарат. Депутат получал шар, просовывал в ящик руку и там уже на ощупь бросал шар вправо или влево против темная сторона за светлую. Госдума второго созыва работала дольше первой, но оказалась под ударом иного толка. В зале заседаний рухнул потолок. К счастью, обвал произошел рано утром и никто не пострадал. Газетчики того времени подсчитали, что если бы происшествие случилось во время заседания, травмы могли бы получить около трехсот человек. Двести пудов штукатурки, досок, гвоздей и дранки обрушились на места депутатов, проходы и ложи для публики. Не пострадали кресла членов президиума, ложи министров, представителей госсовета и прессы. Некоторые депутаты углядели в этом совпадении чуть ли не покушение на законодательную власть. Граждане депутаты, кричал с трибуны социал-демократ Григорий Алексинский. Когда я пришел сюда, я нисколько не удивился известию о том, что обвалился потолок над местами, где должны были заседать народные представители. Я уверен, что потолки крепче всего в министерствах, в департаменте полиции и в других учреждениях. Речь вызвала аплодисменты. Для расследования происшествия была создана комиссия. Она установила, что накануне по чердаку активно ходили агенты охраны и пожарные, проверяли безопасность здания перед приездом Столыпина. Такой активности ветхий потолок не выдержал. Происшествия и последующий ремонт вскрыли, как бы мы теперь сказали, коррупционный скандал. Оказалось, что депутатские кресла, на которые и упал потолок, не сплошь дубовые, а лишь покрыты дубовым шпоном. Соответственно, и стоимость их в пять раз ниже уплаченного. И хотя все работы по восстановлению мебели теперь уже из настоящего дуба фабрика Мельцера выполнила бесплатно, репутация крупнейшего мебельного поставщика императорского двора была подорвана. Кто выиграл от всего этого, так это питерские мальчишки. Юнцы набрали щепок и ржавых гвоздей и продавали их на улицах города, как останки парламентского зала. Говорят, сувениры пользовались спросом. А в 1910 году потолок в зале заседаний решили изменить коренным образом. деревянные перекрытия заменили на железобетонные и устроили световой фонарь пирамиду с тремя рядами стекол. Теперь парламент мог экономить на освещении. Таврический не зря называют одним из трех политических дворцов Санкт-Петербурга наряду с Мариинским и Смольным. В революционных событиях он сыграл особую роль. После февральской революции Таврический поделили Временный комитет Госдумы, будущее временное правительство, и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Условная буржуазия заняла правое крыло, пролетарии левое. Важная деталь, слева в Таврическом был телеграф, большевики оказались предусмотрительнее. Память об этом времени хранят золотые орлы. Дело в том, что люстра в купольном зале отличается от люстр в Екатерининском. В Екатерининском у орлов нет корон. Сверху можно разглядеть в головах орлов маленькие дырочки. Короны с них сбили после февральской революции. В результате такой варварской переделки люстры стали символом временного правительства. После октября 1917 года Петроградский совет переехал в Смольный, а в Таврическом готовились к созыву учредительного собрания. Последней попытки условно-демократического определения государственного устройства России. 5 января 1918 года состоялось первое и последнее заседание учредительного собрания. Обсуждение продолжалось до поздней ночи. В 6-м часу утра в Таврическом прозвучала легендарная фраза матроса железняка «Караул устал». Не надо крови, протянем руку. «Караул устал». Я предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам. Сейчас. Внесено в предложение принять испрений обращение к союзникам, обращение к цивилизованному миру, закон о земле, закон о неприкосновенности членов учредительного собрания. Раул устал. Объявляю закрытым первое заседание учредительного собрания. Скорее всего, громового глаза народа и железной руки на плече председателя, отраженной, кстати, и в советской официальной биографии Анатолия Железнякова, не было. Вот как зафиксировали эти события в стенограмме. Гражданин Матрос, я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. Голоса, нам не нужно караула. Председатель, какую инструкцию, от кого? Гражданин Матрос, я являюсь начальником охраны Таврического дворца и имею инструкцию от комиссара Дыбенки. Легенда отсекла все лишнее и фраза «караул устал» стала одним из символов революции, а также шутливой фразой и намеком, который так и тянет закончить любое затянувшееся заседание. На следующий день членов учредительного собрания во дворец уже не пустили. А через несколько дней в Таврическом Третий Всероссийский съезд Советов утвердил декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, первую конституцию новой страны. После выступления Ленина в верности революции с трибуны Таврического клянется американский журналист Джон Рид. Товарищи, я пришел сюда дать клятву Великой Русской Революции. Эту фразу будущий автор десяти дней, которые потрясли мир, произносит по-русски, затем переходит на родную речь. Я счастлив, что в России сокрушено господство капитала и пролетариат взял власть в свои руки. И снова по-русски. Сейчас я отправляюсь в страну закоренелой реакции. в страну капитала. И я обещаю вам, что расскажу американскому пролетариату обо всем, что происходит в революционной России. Среди решений, которые принял Третий Всероссийский съезд Советов, был в числе прочих и декрет об устранении в советском законодательстве ссылок на учредительное собрание. В сентябре 1918 года Таврически становятся кузницей кадров для страны Советов. Здесь открывают крестьянский университет, который потом станет рабоче-крестьянским. А с 1920 года в состав учреждения входит и высшая партийная школа. В очередной раз дворец меняет имя. Его называют Дворцом Урицкого в честь убитого председателя Петроградской ЧК. После смерти Ленина именно здесь в 1924 году тысячи горожан принимают решение о переименовании Петрограда в Ленинград. Здесь ленинградцы прощаются с Сергеем Кировым и Нобелевским лауреатом Иваном Павловым. Во время войны Таврический несет потери от арт-обстрелов попадания фугасных и зажигательных бомб. Восстановление здания займет три года. В 90-е Таврический дворец становится штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ. Главная задача этой организации сближение законодательства стран Содружества и межпарламентское сотрудничество. В Таврическом теперь изучают и популяризируют историю парламентаризма в России. В истории Таврического дворца масса странных порой мистических совпадений. Так, одним из фрагментов росписи потолка в колонном зале является надпись СПКУР. Это первые буквы латинского изречения Сенат и народ Рима. Аббревиатура выполненная в 40-е годы 19-го века как дань моде стала символом первого российского парламента и отчасти сегодняшнего статуса дворца. Возможно, очередного в его истории. СПКУР.